Спасибо большое за представление. Дорогие коллеги, здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Мне очень приятно, что вы заинтересовались сюжетами, которые я могу вам предложить. И я надеюсь, что та информация, которую я с вами поделюсь, она будет не только полезной, но интересной и вдохновляющей. Потому что мне кажется, что в нашей жизни, научной и преподавательской, есть очень много возможностей, которые мы не используем. Знаете, как возможности мозга, как мы знаем, они используются в таком небольшом объеме. Также и возможности реализовывать свои научные проекты, на самом деле, они очень велики. Особенно если мы будем мыслить в международном масштабе. Наука, как вы понимаете, она может быть только международной. Она не может быть какая-то локальная, потому что она построена таким образом, что мы основываемся на каких-то других достижениях. Для того, чтобы реализовать научный проект, как мы знаем, должно сойтись несколько обстоятельств. Это, конечно, образование, голова, возможности. Ну и кроме того, нужна какая-то поддержка. И вот такая поддержка для научных исследований, она такая вот практическая поддержка, она существует в двух видах. Это, наверное, сегодня все уже знают. Это гранты. И все, особенно преподаватели, знают, потому что их обязывают эти гранты получить. И есть еще такая форма гранта, которую можно уже навыкнуть. Не грант, это научная стипендия. Научная стипендия или по-английски это называется fellowship. Степендия студенческая fellowship. Она предполагает, что вас приглашают в какой-нибудь научно-образовательный центр. И там вы некоторое время пребываете и получаете финансовую поддержку или еще какие-то виды поддержки. Вот я сегодня буду рассказывать как раз про научные стипендии, про fellowship. Но не про все. Это очень много самых разных. Я в курсе буду рассказывать, о котором сегодня вам уже говорилось довольно подробно. А сегодня я расскажу только об одном виде вот таких научных стипендий, которые практически я заметила. Мои коллеги даже совсем не знают в существовании. Но тем не менее они есть. Как суслики. Знаете, сусликов никто не видел, но они есть. Именно вот эти научные стипендии, они предоставляются в научных резиденциях. То есть это специальные пространства, институты, можно сказать, такие. Ну, институт в смысле в социальном. Куда приезжают ученые и реализуют свои проекты. Ну, реализуют свои проекты. Не просто вот садятся в кабинет и пишут, а вот в каком-то определенном пространстве и коллективе. Вообще, вот если подумать, то для чего нам нужны вот эти научные стипендии, вот эти филоши? Это, конечно, вопрос очень важный. Это, безусловно, здесь финансовый элемент играет свою роль. Получить финансовую поддержку на проект. Но, кроме того, когда мы куда-то едем по приглашению и реализуем свой проект там, то здесь ведь еще есть ряд факторов. Это и вдохновляющая атмосфера какого-то пространства. Допустим, вы в коммунити-европейскую страну едете или там в Соединенные Штаты или куда-нибудь в Японию, допустим. Вы встречаетесь со своими коллегами. Вы находите коллег, друзей, партнеров для будущих проектов. Вот меня как-то спрашивали, как найти партнеров для будущих проектов, потому что очень многие гранты, они поддерживают сотрудничество с разными странами. По переписке, конечно, можно, но написание совместного научного проекта – это такое интимное дело, что здесь нужен человек, с которым вы работаете на одной волне и доверяете друг другу. Психологические и моральные аспекты тоже имеют значение. Личная встреча обязательно должна быть, иначе практически невозможно совместный проект какой-нибудь организовать. И вот резиденции, конечно, дают такую возможность. В академическом фондрайзинге, вот это то направление, о котором я в курсе буду рассказывать, поиски финансов или поиски поддержки на реализацию научных проектов, обычно не принято выделять научные и творческие резиденции как отдельный научно-образовательный институт. Это отчасти связано с тем, что они стали появляться только в последние десятилетия довольно активно. Некоторые из них давно уже существуют, может быть, лет 30-40, но вот как-то их не выделяли. Я вообще не встречала, но я впервые их выделяю. Элементы такой вдохновляющей творческой атмосферы можно найти во многих научно-образовательных центрах. Это исследовательские центры университетов, институты инновационных исследований, о которых подробнее говорили, институт for advanced studies, программы стажировок различных фондов. Вот мы в России лучше всего знаем ДАД и ФУБР, это вот эти фонды, по которым, может быть, многие ваши коллеги, а может быть, и сами ездили на стажировки и так далее. Но вот резиденции, они немножко отличаются от программы стажировок. Во-первых, они предполагают совместное проживание в общем бытовом и культурном пространстве, предполагающем более тесную коммуникацию. То есть в одном месте все живут стажеры, в одном доме, и это уже, понимаете, где-то вместе встречается. Обязательно в таких пространствах есть комнаты для семинаров, комнаты отдыха. То есть вы в таком, ну, как бы на курорте, как в доме отдыха, общаетесь, только общаетесь с коллегами, общаетесь с учеными. И наличие специальной программы научных и культурных мероприятий, которые создают особую атмосферу сотрудничества и дружеских отношений. Потому что совершенно очевидно, что, ну, вот есть такие формы социального времяпрепровождения, которые очень сближают. Вот там совместные обеды, например, или экскурсионные поездки. Я когда была на одной из таких стажировок в резиденции в Голландии, то голландские коллеги даже наняли специального повара-шефа, чтобы он готовил потрясающую еду, потрясающую еду он готовил. И чтобы каждый день все ходили на ланч. Ну, и раз в неделю был обед вечером. Ну, и на ланч, чтобы все ходили, чтобы все общались. И в результате все за несколько дней, так как от ланча этого отказаться было невозможно, каждый раз идешь, думаешь, нет, сегодня я ничего не буду есть, супчик и похлебаю, салатик и поклюю, все. Приходишь, а там стул накрыт в духе малых балансов, там какая-то рыба, там, то все. Ну, действительно попробуешь, конечно. Ну, и поделишься впечатлениями с коллегами. То есть вот резиденция, она предполагает, что вы вместе живете. Ну, во многих программах резиденции предполагается, что вы можете приехать там с партнером, с супругом, с супругой. Вот. Не везде. В некоторых можно даже всю семью с детьми взять, если это длительно. Если длительные, всегда можно семью взять. Если короткие, там, на месяц, там иногда может быть и нет. Вот. Но гости всегда могут приехать, приехать вашим друзьям. И вот мне хотелось бы сегодня рассказать вам о таких резиденциях. О всех, конечно, я не успею, но вот о ряде. И ответить на ваши вопросы, потому что вот такие возможности поработать над своим проектом в такой вдохновляющей атмосфере, они достаточно реальны. Хотя, конечно, там есть конкурс. Одно из самых, наверное, потрясающих резиденций, научных резиденций, это Центр Беланджи. Это проект Рокфеллеровского центра. У центра Рокфеллера, ну, центр вы находитесь в Соединенных Штатах, фамилия Компогромко, известная, понятно, что это за фамилия. Вот этот фонд Рокфеллера, он финансирует очень много образовательных программ, очень много денег вкладывает в ряд университетов. Гарвард, например, совершенно громадные деньги вкладывает. И вот один из его проектов, совершенно замечательный, это Центр Беланджи. Это в Италии, на озеро Кома. Он состоит из нескольких зданий, из нескольких вилл, ну, вот между озерами Кома и Лето. Это Северная Италия, это одно из красивейших озер, но оно очень известно. Все участники вот этой резиденции живут на вилле, на красивой вилле. И в центре Беланджи работает конференц-зал, там оборудованы студии для участников вот этого проекта, программы проживания и, значит, вот это пребывание. Обычно стипендия Беланджи – это месячное такое пребывание, оно полностью финансируется Центром Рокфеллера. Вот изначально в создании Центра Беланджи была заложена идея такой вот синергии, полученной в результате взаимодействия между людьми самого разного происхождения. Значит, это совершенно интернациональная всегда собирается команда. Ну, вот единственное для этих резиденций чаще всего языком общения является английский. Вне зависимости от того, где резиденции находятся. Вообще сегодня в академическом мире вот феллоушипы, да, вот стажировки, когда вы куда-то едете, это английский язык. Иногда бывает второй, там во Франции, в Германии, но основной всегда английский, то есть нужно знать английский, и там будут представители разных стран. Очень многие известные, там были Нобелевские лауреаты, лауреаты полититера, там здесь, и в такой демократической атмосфере можно познакомиться с очень интересными людьми. Ну, не нужно сказать, что это такая вообще вещь невестижимая. У меня много знакомых, которые побывали там, на стажировках. Кстати, в центре Беладжа можно брать с собой супруга. Это обязательно даже, вот, как бы, чтобы вы там не отвлекались. Ему тоже оплачивается пребывание, дорога и так далее. В центре Беладжа есть система конкурсов. Вот вы видите здесь система конкурсов. Хотя и здесь есть ссылочка, да, вот, на первом слайде. Вы сами можете зайти и посмотреть, какие конкурсы. Они объявляются в течение года, но дедлайны есть, конечно, там не в любой момент можно подавать. Ну, и сейчас нужно учесть, что у некоторых конкурсов изменились даты, потому что из-за ковида. Не все стипендии подходят россиянам, но очень многие стипендии подходят россиянам, поэтому и много россиян там бывает. Значит, вы туда можете подавать научные проекты, можете подавать проекты, которые как-то связаны с писательством. Вот иногда писатели ездят туда, чтобы дописать книгу или перевести. Иногда переводчики тоже ездят для того, чтобы перевести книгу. Или художественную, или научную. То есть, если среди вас есть научные переводчики, то вот такой проект можно вполне бы ладжи предложить. Перевод, допустим, какой-то книги на русский язык. Это вот очень хороший проект для Беладжи. Они такое поддерживают, и можете приехать прямо с мужем или женой и поработать на месяц. Пожить в этой вдохновляющей атмосфере, познакомиться с коллегами, ну и сделать свою работу. Вот еще, значит, похоже на Беладжи центр, резиденция. Это центр фонда Бальяска. Вот я специально нашла иллюстрацию, которая очень хорошо демонстрирует атмосферу вот этого места. Вот это какой-то торжественный ужин, где стипендиаты, значит, готовятся пировать под открытым небом на берегу моря. Это недалеко от Генуи находится вот этот центр Бальяска. Это вилла, на которой живут виллы, расположена в небольшой рыбацкой деревушке. Ну и занимает довольно большое пространство. Сама территория виллы. И вот примерно на таких же условиях, как в Беладжи, на этой вилле коллеги работают над своими проектами. И свободное время они проводят в том числе и вот таким организованным образом. Сейчас как раз вот этот момент запечатлен тут, когда до того, как сесть за столы, значит, люди общаются, выпивают в бокалах вина или там воды или сока, что угодно. А потом уже разделятся и за отдельными столиками будут общаться. Рано стемнеет, потому что на юге темнеет рано. Зажгутся какие-то фонарики. В общем, это такая чрезвычайно вдохновляющая атмосфера. А на следующий день они продолжат работу над своими проектами. Может быть, найдут здесь каких-то соавторов или партнеров. Значит, здесь тоже есть ссылочка. Вы можете по ней пройти, потом презентацию скачаете и посмотрите. Значит, как я организовывала свою презентацию. Если какие-то есть ближайшие дедлайны, я их писала в презентацию. Так что тут есть довольно много информации будет, где вот дедлайны в сентябре, в октябре. То есть вот уже сейчас можно подавать заявки. Но там, где у меня дедлайны не написаны, это значит, они вот только что прошли где-то, может быть, летом. И уже на следующий год нужно смотреть. Они в некоторых местах еще не объявлены. Потому что дедлайн проходит и через некоторое время он появляется за несколько месяцев до окончания срока. Поэтому там, где ничего не написано, это значит, нужно туда заходить, время от времени не смотреть, когда у них появится следующий конкурс. Значит, ну нужно учесть, что сейчас немножко везде перепуталось все из-за ковида. Но, тем не менее, они продолжают функционировать. И, предваряя этот вопрос, каждая резиденция по-своему решает этот вопрос. Кто-то просто просит, чтобы была прививка, кто-то сажает на карантин на две недели. А потом можно полноценно участвовать. Где-то вы просто сдаете тест. Вот уже местный, когда приезжаете в страну, вот у меня сейчас коллега в Германии. Значит, он прилетел в Берлин, дал тест. И этого было достаточно для вот этого центра. То есть это каждый раз. А, значит, некоторые коллеги, получив эту стипендию, они ее как бы отложили на год. Потому что там в центре еще не решили, что они будут делать. Ну, времена трудные, что делать и жить-то нужно продолжать. Поэтому мы должны знать, какие возможности есть. Если это с нами останется, значит, будем думать, как мы будем жить с этим все. Значит, еще одна вот тоже такая резиденция. Она находится в Соединенных Штатах. Вот тоже здесь очень характерная картинка. Тоже Филова. Как вы видите, они, стипендиаты, они общаются на улице. Под открытым небом, под каким-то большим деревом. Даже не знаю, что это за дерево такое замечательное. Это, наверное, дуб, я так думаю. Потому что само название, Дамбертон Окс, да, это вот говорит нам о том, что здесь как-то связано с дубами. Этот проект приветствует соискателей на разных этапах научного развития. Вот если Беладжа и Бальяска, это, в общем-то, опытные исследователи, предполагаются опытные исследователи для тех стипенений. То есть вот уже имеющий THD или эквивалент кандидата наук, или доктора наук, да, доктор наук, это еще выше, только нужно в документах правильно указать, не писать доктор наук. Доктор хабилитатус, это он называется на международном языке, следующая степень за кандидатскую. Ну или профессор написать, чтобы ясно было. То вот Дамбертон Окс, он как раз приветствует соискателей на всех этапах научного развития, соискателей со всего мира. И здесь могут быть молодые исследователи, еще не имеющие за спиной таких вот особенных научных достижений. Допустим, аспиранты могут получать. Здесь бывают летние школы, на которые могут еще не защитившиеся молодые люди. стипендии, такие вот постдроги, где только что защитившиеся, еще не имеющие большого количества публикаций, веса в научном сообществе. Такие вот исследователи могут принимать участие в их программах. И вот здесь у них как раз довольно много самых разных стипендий. Они, у них дедлайны будут в ближайшее время, поэтому я их специально выписала. И вот здесь на слайде вы видите, там исследовательская стипендия 1 ноября, там еще 1 ноября совместная стипендия, там в основном все, да, все 1 ноября. То есть как раз для вот этих стипендий достаточно время, и, значит, можно посмотреть, какие у них там возможности в каждом типе стипендий. То есть там на любой вкус будет и для опытных исследователей, и для молодых исследователей. И времени еще есть до 1 ноября, хотя и мало. Ну, а потом конкурс пройдет, и следующий конкурс уже будет в следующем году. Не обязательно 1 ноября, но, скорее всего, где-то тоже в этих числах потом объявлено. Вот есть еще ряд таких интересов. Вот это центр, международный центр в Германии. Это при Билефельдском университете, который поддерживает научные проекты. и который поддерживает научные проекты, в том числе и тоже в жанре резиденции. Он тоже международный, открыт для ученых всех стран. И вот здесь по ссылочке вы можете посмотреть. Вот у них сейчас одна стипендия. Как раз до 1 октября можно на нее подать. Это вот она предполагает междисциплинарную такую вот работу совместную. Ну и там поподробнее можно про эти условия посмотреть. В разных странах есть вот такие резиденции. Есть вот такое замечательное место Саари резиденциям Финлянд, Финляндии. Они ориентированы в большей степени на проекты, связанные с искусством. Они поддерживают в том числе художников. И проекты, связанные с искусством. То есть вот кураторов и людей, которые пишут об искусстве. Можно найти здесь свой какой-то интерес. И тоже можно по ссылочке посмотреть конкретно какие у них проекты. Вот Финляндия страна небольшая, но у них вообще очень много разных возможностей. Я сегодня расскажу только очень о немногих. Я сама два года жила, работала в Финляндии. Я была Филловом, Хельсинского коллегиума. Вот как раз исследователем. Потому что научная стипендия предполагает, что Филлов это приглашенный исследователь. И была приглашенным исследователем. Но вот не этого, не в Турку. Я была в Хельсинки. В Турку есть институт инновационных, я перевожу, advanced studies как инновационное исследование. И он работает как раз в жанре резиденции. Вот здесь они поместили фотографию своих исследователей, приглашенных прошлого года. И как раз вот этот центр в Турку, он отличается тем, что у них исследователи не разобщены. А они как раз очень ведут такую активную социальную жизнь. Они очень много вместе организуют мероприятий. И даже у них совместные выезды в Италию, там и в какие-то другие места. Вот это особенность вот этого центра. Значит, я знаю, что там были россияне в этом центре со своими проектами. И поэтому посмотрите на их конкурс. Конкурс у них... Вот я вчера освежала всю информацию по разным институтам. Поэтому у меня вчерашняя информация, скажем, сегодня утром уже не смотрела. Они еще конкурс не объявили. Но они написали, что, скорее всего, у них в ноябре будет конкурс. То есть нужно к ним заходить и смотреть, потому что в ноябре может быть дедлайн. И если вас это заинтересует, успеете подать. Это, значит, центр, это часть университета Турку. Но независимо. У них отдельное здание. И вот они, значит... Я была у них на конференции. Действительно, это очень приятный коллектив. И видно, что они потом дружат. Просто дружат уже годами. Дружат те, кто были в этом центре. Потому что эта атмосфера, она... Мы ведь любим иногда нашу академическую жизнь за атмосферу. Нам нравится вот это общение. Не всегда оно получается. Не на всех кафедрах складывается. Не во всех вузах складывается вот эта атмосфера. Замечательно, когда она есть. Но вот эти резиденции, они созданы специально для того, чтобы такую атмосферу создать. Потому что считается, что эта атмосфера очень способствует творчеству. И в результате обмена идеями, даже если коллеги занимаются разными сюжетами, всё равно как-то наполняются смыслом какие-то вот эти разговоры. Потому что начинаешь видеть свой проект с какой-то другой точки зрения. То есть это вообще здорово и очень важно. Поэтому... Ну, Финляндия, конечно, вы представляете себе страна. И только город небольшой. Но вот эта атмосфера этого института, она, конечно, компенсирует всю малую величину. Ну, только небольшой город, но очень приятно. Как и все финские города. Ну, вот, значит, теперь можно перенестись в другую часть, с которой мы начинали. Это институт, европейский университетский институт. Это такой международный центр, хотя он находится в Италии. Он находится во Флоренции. Это прямо вот, конечно, то место, которое мечтают посетить все так или иначе гуманитарно ориентированные люди. И не только те, кто занимаются историей искусств. Но он как раз находится вот в таком замечательном пространстве. Это, в принципе, международный центр. То есть разговорным языком в этом европейском университетском институте является английский. Не итальянский, а английский. По-английски там все творят. Ну, и там есть эсперантура, магистратура. Это уже можно посмотреть. Но мы сейчас говорим не о поступлении, да, не о получении образования. Мы говорим сегодня уже о людях, которые ориентированы на занятия научной работы. И у них есть несколько стипендий, которые как раз предполагают вот такое пребывание там, феллоши. Да, вот работу в качестве приглашенного научного сотрудника. Они, вот эти стипендии, они у них в сроке дедлайнов поджимают, но они вот еще как бы пока достижимы. Это несколько стипендий. Стипендия Макса Вебера, Фернандо Браделя. Имя Браделя известно, это вот как бы стипендия в его часть. И просто приглашенный исследователь. Нужно сказать, что этот институт очень интересно расположен. Я была там, правда, не на стажировке, а на конференции на кафедре истории. И вот каждая кафедра занимает отдельную виллу. И в том числе вот кафедра истории, это шикарная вилла с красивым садом. И поэтому пребывание на той или иной кафедре в качестве феллоши предполагает, что вы вот в этом как бы пространстве, с одной стороны, вы, конечно, общаетесь со всеми другими кафедрами, но вы, значит, в этом таком вот культурном, интеллектуальном пространстве, в том числе и в таком вот архитектурном очень красивом пребываете. В рамках этого Европейского университетского института работает центр Роберта Шумана. Вот этот центр объединяет, ну как бы курирует вот эти все стажировки. Это тоже такой институт инновационных исследований, Advanced Studies. Но вот эти группы вот этих стажировок, они имеют самостоятельный характер. И для Европейского университетского института характерна очень такая тоже активная научная жизнь и такие вот как бы совместные семинары, обсуждения. То есть каждый приглашенный сотрудник имеет возможность представить свой проект, поучаствовать в каких-то проектах других, поучаствовать в различных обсуждениях. И это значит очень прекрасная возможность, которую я вам очень советую воспользоваться, попробовать. Потому что если это реализуется, это действительно очень памятным, может быть, событием в вашей жизни. Ну вот такой псевдоготический замок, вы видите здесь на слайде. Это институт Advanced Studies в Будапеште, Центральноевропейский университет. Он сейчас в пространстве Будапешта и Вены. Значит, у него частично в Вене. Но вот стажировки пока проходят в Будапеште, как будет дальше, неизвестно. А учебные сейчас, это такой институт, который, там у них нет бакалавриата, у них сразу магистратура и аспирантура. И вот этот центр или институт внутри института Advanced Studies, здесь проходят самые разные программы стажировок, которые тоже предполагают пребывание в резиденции. Значит, ряд программ, видите, у них целый список программ, да? И ссылочка, где можно внимательно посмотреть на эти. Там почти все дедлайны в этом году прошли. Ну, в следующем году будут, можно будет посмотреть. И кроме того, там есть еще стипендии для художников в резиденции. Потому что мало ли, может быть, кто-то из вас, если работает на грани искусства и науки, то, значит, этой стипендией можно воспользоваться и какой-то художественный проект реализовать. Вот здесь. Так что, вы видите, я все время, несколько раз уже упоминала вам институты Advanced Studies, да? Или институты инновационных исследований. Вообще, вот этих институтов инновационных исследований, на самом деле, очень много. Их, ну, вот больше сотни. И мы сделали такую небольшую базу данных. Вот здесь вы можете зайти на сайт, называется Академический кабинет. И на этом сайте Академический кабинет есть база институтов Advanced Studies. Они, не все институты Advanced Studies, работают как резиденции. Иногда они, они все предполагают, что вы приезжаете со своим проектом. Но не все работают в жанре вот таких вот резиденций. Их очень много. Я, естественно, сейчас о них рассказывать не буду. Я буду подробно о них рассказывать уже в своем курсе лекций. Вы можете сами их посмотреть. И таких, значит, разных возможностей, вот помимо резиденции, их, конечно, очень много. Вот в курсе, который начнется 18 сентября, я буду говорить о центрах независимых Advanced Studies, о тех, которые там в университетах, о каких-то программах специальных Европейского Союза, о фондах, которые тоже, помимо того, что они дают гранты на исследование, они тоже предоставляют возможность разного рода стажировок. Иногда вы сами выбираете место, куда вы поедете. Но они, значит, уже имеют немножко другой характер. Сегодня я говорю только о резиденциях. Если вас заинтересуют все эти сюжеты, то приходите на курс. Значит, вопрос, как вы работаете вместе в резиденции, он, конечно, закономерный. Иногда кажется, что раз вы вместе все делаете, у вас и должен быть общий проект. Обычно этого нет. Обычно вы работаете над своим проектом. Вы работаете над своим проектом. Иногда это может быть в рамках какой-то темы общей, широкой общей темы. Иногда и широкой общей темы нет. Бывает, что работают над совместным проектом, но это отдельная программа обычно бывает. И вы уже заранее с партнерами подаете заявку, чтобы приехать с партнером, с двумя, с тремя, какие-то такие тоже бывают заявки. Но резиденция не предполагает, что вы один проект, все с разных сторон следуют. Нет. То есть вот ученые все-таки, знаете, ты царь, живи один. Ученые работают над своим собственным проектом. Значит, вот физическая культура и спорт я не видела никогда, что не означает, что их нет. Значит, есть танец, балет, художественные всякие искусства представлены. Но бывают иногда открытые конкурсы, куда, в принципе, можно что-то предложить. Я была экспертом европейских институтов Advanced Studies. И там вроде как бы нигде в проекте жестко не было оговорено, какие проекты представляют. И там, ну, одна композитор представила свой проект, а я хочу симфонию написать, пока я там сижу. Ну, вот эксперты посовещались и сказали, что раз нет никаких запрещающих этих самых моментов, то пусть пишут свою симфонию. Трудно было экспертам, потому что среди нас не было таких вот музыкантов. Бывают разные условия. Бывают условия, когда тематика какая-то общая есть. Допустим, значит, проблемы экологии или, значит, история, да, историческая политика. Ну, такая самая общая тема. А бывает, что нет никакой темы. Бывают любые темы гуманитарные и социальные. Вот это как бы, ну, в большей части случаев. То есть по-разному. Про российские расскажу отдельно. Российские тоже есть. Значит, это научные резиденции. Поэтому, если у вас научные исследования по инклюзивному образованию, да, вы можете подать. Это будет по педагогике или там, ну, я не знаю, по каким-то наукам это может быть. Может, там историю инклюзивного образования изучать. Это будет по истории будет. Так что по-разному. Нужно всегда изучать очень, да, медицинские бывают. Медицинские бывают чаще по истории медицины. Нужно всегда внимательно смотреть, какие там условия, какие темы. Обычно это все расписано в самих условиях. Вот не все резиденции всем подходят. Есть такие вот общие профили. Мне кажется, вот такие вот флоренцы, они как бы для любых гуманитариев годятся. Вот, скажем, Бальяска нет. Беладжо более ориентированно вот на гуманитарное. Хотя там есть тоже сейчас появился политический правиль. У них еще год от года может меняться. Может программа меняться. Поэтому каждый год нужно внимательно смотреть, что у них есть. Так что на курсе мы подробно это рассмотрим. И я напоминаю, что у меня в конце будет небольшой сюрприз. Для тех, кто дослушает до конца и заинтересуется вот этим курсом. И на курсе я довольно долго буду рассказывать о разных возможностях. Я сегодня только о резиденциях буду рассказывать и о других. И в конце дам вам ссылки на те искалки, где можно самостоятельно искать вот такого рода возможностей. Потому что важно не просто вот вы от меня услышали, теперь вы знаете вот это, вот это и вот это. Возможностей гораздо больше, конечно. Я какие-то могу не знать, хотя уж я это прям всегда удивляюсь, когда что-то попадается в поле зрения, чего я не знаю. Вот. И вы самостоятельно можете искать. И кроме того, вы можете вот сами рассказывать своим студентам потом. Если там в ваших планах нет, сейчас куда-то поехать, можете рассказывать студентам, аспирантские курсы читайте, рассказывайте им об этом. Потому что обычно студентам, аспирантам очень нравится, когда им рассказывают про возможности. Они, правда, почему-то и немало пользуются, но знать это важно. Значит, есть еще, конечно, центры, но не такие большие, как те, о которых я рассказала. Я вообще обо всех не успею, конечно, сегодня рассказать. Вот, например, такие специально заточенные под определенные проекты. Вот, например, в Болгарии. В Софии есть центр, который ориентируется на тех, кто, на писателей, на переводчиков, в значительной степени на тех, кто переводит болгарскую литературу. Вот если вы переводчик болгарского, вот прям вам сам Бог велел подать заявку и поработать в Софии, где, ну, понятно, если вы снимаетесь болгарским, у вас будет возможность, там в программу резиденции входит вхождение в круги литературные этой страны. То есть это очень было бы полезно, даже, может быть, более полезно, чем просто поехать в какой-нибудь научный центр. Кстати, в Болгарии тоже есть институт адванс стадис научный. Вот, но это проект специально резиденции, проект резиденции, потому что сегодня тема резиденции я о них рассказываю. Значит, вот такая есть, такой центр Вилла Васильев, который организован, как мы понимаем, нашими бывшими соотечественниками. Это очень небольшой проект, это проект очень небольшой, и вот те, кто занимается историей искусства и главным образом русского искусства, такого, может быть, не до конца принятого, не до конца понятого, вот этот проект такого рода исследования поощряет. И, значит, можно провести некоторое время в Париже, введя исследования, работая в Париже в архивах, в которых много очень материалов, связанных с Россией, с российским искусством. И они поддерживают не только исследователей, но и кураторов, и художников. То есть вот такая там очень творческая атмосфера. Ну, он небольшой, конечно. В Японии есть резиденция, такая вот поддерживающая тоже искусствоведов, историков искусства и художников. Работает 20 лет уже, и такие вот у них как бы поддерживают оригинальные идеи. Нужно смотреть. У них на сайте по-японски, по-английски. Понять можно, что там написано. Во всех резиденциях, повторяю, английский язык рабочий. Вот. Значит, тема не должна совпадать с темой диссертации. Вы свободны. Чем, насколько вы хотите тему, на ту тему пишите. Можете поменять тему, можете на ту же тему, это не важно. Это же не требование ВАКа, да, а это требование международных организаций. Требования свободны. Если я не увижу, к краям зрения, я же смотрю в чат. Если я не увижу какой-то вопрос, извините меня и повторите. Ладно, я отвечу обязательно. В Норвегии есть такая резиденция. Она вообще такая забавная, потому что она в общем довольно в пустынном пространстве расположена. Если есть такие любители где-то вообще в тиши поживку писать, дописать, допустим, свою книгу, бывает такая иногда потребность, то вот можно сюда обращаться. Так же, как и вот здесь, в резидентской программе ТУСИНТАК, но она в большей степени рассчитана на художников. Здесь она предоставляет мастерские специальные. Если у вас такой вот художественный проект есть параллельно с исследовательским, то сюда вполне можно ездить. Вот еще одна такая нью-йоркская резиденция, она не на Лонг-Айленде, а на Айленде, но это значит в Нью-Йорке фактически резиденция, которая как раз тоже приветствует вот такой синтез гуманитарных наук и искусств, приветствует художников и тех, кто пишет об искусстве. Вот еще такой вот тоже центр, я как раз говорила, балет поддерживает, вот этот центр поддерживает балет. Если у вас что-то физкультурное связанное с танцами, то вот, извините, я совсем дилетантски, наверное, это так формулирую, ну мало ли, то вот можно и сюда попробовать, а можно, я всегда вот вам советую такую вещь, коллеги. Если у вас какой-то нетрадиционный такой вот проект, вы не видите таких вот в объявлении, не видите таких параметров, которыми вы занимаетесь, вы думаете, что вот вас могут не поддержать. Вот знаете, что сделаете? Напишите письмо в резиденцию и спросите. Вот у меня в жизни был один такой случай. Я нашла один фонд итальянский, Карипла. И этот фонд Карипла, значит, я вдоль и попереку прочитала весь сайт. А я вот, в общем-то, опытный человек, да, в академическом фонд-разнике. Не нашла там ни малейших признаков, что они поддерживают гуманитарные науки. У них все математики, математики, математики. Я так поняла, что это фонд, поддерживающий математику. Ну, мне так хотелось поехать в Италию, и такие были условия хорошего этого фонда. Все у меня прям подходило. Я написала письмо. Я говорю, вот я гуманитарий, у меня вообще по истории, по интеллектуальной истории проект по 18 веку, да еще и там по российскому. Вот могу я подать вам проект? Они мне написали, о, профессора Артемьева, отлично, подавайте, будем очень рады. А то нам что-то все математики подают, а мы хотим тоже гуманитарные проекты поддерживать. И я подала гуманитарные проекты, получила трехмесячную стипендию. Вот, мне кажется, придержали даже конкурса никакого и не было, потому что все думали, что там только математики. Поэтому, если у вас какой-то вот такой проект, всегда есть координаты, да, есть всегда менеджеры, которые этим занимаются, или даже там на уровне, значит, вот исполнительного директора. Не стесняйтесь, напишите письмо, спросите. У меня вот такой проект. Подходит он под условия вот этого конкурса? Но они могут вам, допустим, так написать. Но в самом худшем случае, в самом худшем случае, они, в первую очередь, ответят, что у вас замечательный проект, но, к сожалению, вот у нас условия там не подходят и так далее, да. Но они могут вам написать, к сожалению, вот в этот конкурс ваш проект не подходит, но вот у нас будет конкурс вот такой, и, значит, там он подходит. А потом вы можете задать письмо, потому что это человек, который вовлечен во всякие активности, написать, а вот вы не посоветуетесь, в какой бы фонд или центр мне обратиться. Вот иногда прямо очень хорошие советы дают, советую вам вступать в переписку и обсуждать это с теми людьми, кто в теме, кто понимает, как это сделать. Поэтому можно найти совершенно неожиданные какие-то возможности. Я иногда так на конференцию грант нашла, тоже ничего не оплачивает, ничего не оплачивает. Я написала в оргкомитет, я говорю, что же мне делать-то, мне кажется, я так в Киль не приеду на свои деньги, университет мне никогда не оплачивает такие поездки. Они подумали и говорят, а вот у нас тут местный фонд есть в городе Кили, попробуйте им написать. Я написала в местный фонд в городе Кили, который вообще, ну даже в интернете нет, просто имейл мне дали. И мне этот фонд дал деньги на поездку, оплатил дорогу и пребываю. Потому что в Киле конференции, они хотели, чтобы в Киль приехали какие-то международные еще ученые. То есть вам могут даже просто посоветовать. Значит, те, кто фотографией занимается, может, историей фотографии, вот тоже подойдет. Вот такой вот вам фонд. Ну и вы можете потом презентацию пролистать. Тут еще кое-какие есть. Такие вот небольшие резиденции. Иногда они, ну в жанре фестиваля, там раз в год организуют что-то такое, куда можно вот так вот поехать. И в резидентских условиях пожить. А некоторые на весь год. Для тех, кто кино занимается, и в том числе там сценаристов, специальная резиденция есть. Их на самом деле очень много. А теперь вы, коллеги, просили про резиденции в России. Значит, резиденции в России не очень много, но они существуют. У нас сейчас стали появляться институты адванс-стадис. Кто-то, значит, уже упоминал про Тюмень, что там есть институт адванс-стадис. Там еще кое-какие есть, но об этом я вот в рамках курса рассказываю. Сейчас я только хочу рассказать о таких резиденционных программах. Они сейчас стали в России, стали входить, стали вот прямо в моду вошли. И поэтому очень многие известные центры организуют свои резиденции. Например, музей «Гараж». У них первый раз проходит вот эта программа. Я думаю, что у них пройдет хорошо. То, что музей «Гараж», вы знаете, он снабжается. Вот сейчас уже бывшей женой Абрамовича, олигарха. И, знаете, олигархические деньги. Он в значительной степени построен, но это фонд, и поэтому там еще и другие источники есть. Но там очень интересный этот музей, очень активная художественная жизнь. И, в частности, они объявили вот первый набор, и, вероятно, в дальнейшем тоже будут наборы. У кого, кто как-то ориентирован на современное искусство, на современное российское искусство главным образом, я советую вам записать себе где-то ваши малискины, координаты и смотреть на их программы. Я думаю, таких программ у них будет много. Вот кто-то уже здесь упомянул. Я, конечно, тоже, естественно, об этом пару слов скажу. Это резиденция, которая сейчас организовалась в Переделкино. Переделкино – это легендарное совершенно место. Это городок писателей, который появился рядом с Москвой в 50-е годы, ну, вот уже 20-го века. Мы знаем, что там жили и работали такие литераторы замечательные, как Борис Пастермат, который тут вот на фото изображен с лопатой. Чуковский, Бабель, Паустовский, Леонид Леонов, Булата Куджава, Евгений Втушенко, Белла Ахмадулина и многие-многие другие. Сюда люди приезжают в такое намоленное культурное место. А вот сейчас, мне кажется, это очень хорошая была идея. Сделали там резиденцию. И можно подать заявку на исследовательскую резиденцию, которая занимается сюжетами, связанными с советским культурным и литературным процессом. Хочу сказать, что сейчас советская культура вообще вот очень популярна во всем мире. Не только переделкинская резиденция поддерживает, а если кто думает о тени исследований, советская культура сейчас вот просто очень востребована. И везде нужен там профессор советской культуры, им хорошо идут эти темы. Поэтому, если вы этим занимаетесь, то и в Переделкино вы можете попасть. И, значит, там возможно участие как раз группы по предварительному согласию. Если у вас есть проект совместный с какими-то вашими коллегами, вы вместе можете подавать и вместе приедете в Переделкино. И, значит, в Доме творчества жить. Там проживание в гостинице, Доме творчества одноместное, нормальное. Там кормят три раза в день, рабочее место предоставляют. Ну и разные бонусы социальные, активные там социальные жизни. Поэтому вот у нас, в общем-то, такая самая настоящая резиденция. Ну и само по себе пространство, намоленное место, близость к Москве. Ну и очень много таких всяких положительных здесь моментов. Ну и вот ряд еще резиденций, которые вот или первый год начали работать, или вот сейчас набрали уже, значит, и вот как дальше будет трудно сказать. Ну вот, например, международная круглогодичная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов, музыкантов, междисциплинарных исследований. Это, значит, фонд искусства Голубицкой на Таманском полуострове. Там такое интересное архитектурное пространство. И, соответственно, природный ландшафт очень интересный. Поэтому они тоже оплачивают дорогу, проживание в отдельной студии на территории парка. Грант, значит, исследовательская поддержка институциональная. Если вы художник, то выставку устроят вашу, будут ее продюсировать. И вот это интересная такая ситуация, когда вы живете, там, допустим, исследователи, допустим, историки и художники. И вот в этом общем пространстве художники там вам показывают свои работы, вы им рассказываете о своих исследованиях. Это вообще прекрасный проект. Дай бог ему хорошо развиваться в дальнейшем. Но вот обратите на него внимание, он не очень популярен, но вот я надеюсь, что у них все получится. Значит, в Норильске такая резиденция открылась. Поддерживается она известной компанией Норникель, которые решили каким-то образом усилить культурную составляющую Норильска и организовали там вот эту полярную арт-резиденцию. Значит, карельская сеть от резиденции, она у них так немножко хиловато движется, насколько я слежу за ними года полтора. Но время от времени такой всплеск происходит и приглашают новых художников или кураторов, или исследователей искусства. Вот тут ориентация на искусство. Ну и так как это поддерживается правительством Карелии, то ориентация на искусство связана с Карелией. Ну и с ними можно пообсуждать всегда тему проекта, всегда можно пообсуждать. Ну вот это интересный проект. Здесь вот такая дача, как видите, полуразваливающаяся. Нашли энтузиасты, которые организовали в этой даче резиденцию. И значит, они предупреждают, что жизнь там будет непростая, но вы можете воодушевиться вот этим пространством. Тоже финансово поддерживается. Ну и ряд проектов, таких резиденционных в России, которые идут как бы от энтузиазма организаторов, находящих фонды, находящих поддержку. И время от времени объявляющих конкурс, приглашающих для реализации своего проекта. Вот ряд таких резиденций. Интересно, что мне кажется очень важным, что сейчас в России резиденции не сосредоточиваются там в Москве или в Петербурге. Очень многие пространства, как мы видели, там Норильск, Томанский полуостров, они организуют своими силами такие точки, культурные точки. Они не могут сделать там большой институт адванс-стадис, как вот в мире существует, но они могут сделать небольшую резиденцию, постепенно наращивать свои обороты и создавать вот такой культурный научный центр. В таком месте, где его вообще никогда не было. Причем культурные и научные центры не связаны с университетом, потому что университет, это понятно, это культурный и научный центр. А вот связаны с энтузиазмом группы людей, связаны с пространством, связаны с таким, с иным каким-то образом жизни на некоторое время. Это вот мне тоже кажется чрезвычайно важным. Ну вот здесь тоже, это вот я карту даже поместила, тут Владимир, Гульск, Кустальная, это где эта выцвета находится. Нижний Новгород, вот от Мурома недалеко, фанамбельский город, это Муром. Значит, ну вот как мы понимаем, такой вот центр, центральные самые такие вот российские места. И это вот тоже такая резиденция. Вот она, вот эти, значит, резиденции в таких пространствах, они как бы резиденции настоящие, потому что вы там живете, и вы общаетесь в этом кругу, в котором вы живете, естественно. Значит, они проекты объявляют, значит, гранты финансовые, проживание обеспечивают, пособники арт-резиденции, там у них на сайте даже нарисовано, как гостиница, в каких условиях вы будете жить. Оборудованная кухня, кабинет, там яблоневый сад для пикников, как написано, мастерские. И, значит, они, если этот художник приезжает, они выделяют даже средства на материалы. Ну вот в Петербурге такая готовится резиденция, называется шкаф-библиотека арт-резиденция. Они еще вот-вот-вот откроются. И как там будут обстоять дела, не знаю, но самое интересное. Ну вот можно следить за их проектом. Они, правда, давно уже собирались открыться, я думала, в прошлом году еще откроются. Во всяком случае, у них будет возможность, вот иногда бывает возможность, там люди хотят собираться на семинары, там конференцию провести, и нет денег для того, чтобы там арендовать помещение. Вот они пишут, что вот как раз у них можно будет все эти выписки. Вот еще собирается открываться большая такая арт-резиденция Таврида. Но пока не открыто. Стационарный такой вот центр. Ну вот тоже в ближайшее время, в 22-м году они собираются открыться. И тогда будет все ясно с этими условиями. А сейчас просто мы пока зафиксируем это для себя. И будем надеяться, что там тоже будет такое приятное место для того, чтобы заниматься науками и искусствами. То есть вот сейчас в России стало популярно и находят фонды, находят благотворителей. Это чаще всего не государственные фонды. У нас, кстати, на сайте Академический кабинет. У нас там есть база данных фондов. Вы когда пойдете по ссылке на Адлант Ставис, увидите там база данных фондов, российских и западных. Но занимаются фондрайзингом, находят благотворителей, вот открывают такого рода замечательные резиденции. Думаю, что там хорошо, что они будут в этом пространстве. Значит, дальше. Искалки резиденции. Вот я не буду сейчас по ним ходить, потому что время я уже перебрала. Еще кое-что мне нужно вам рассказать и на вопросы ответить все. Здесь вы можете сами посмотреть. Резиденции очень много. Я сейчас рассказала о каких-то принципах организации резиденционной жизни. А вы можете потом по ссылкам походить. Может быть, вы найдете резиденцию, которая вам как-то будет близка, под ваш проект какой-то может быть уникальной, под какую-то деятельность, о которой я сегодня не упоминала. Вот, пожалуйста, довольно много здесь есть таких возможностей. Ну и в частности у нас тоже есть такая группа гранта научной стипендии по ДОКе в России за рубежом, информация аналитика. Мы здесь рассказываем, на русском и таки отдаем информацию не только о резиденциях, а о различных грантах и стипендиях. Ну, эта группа закрыта, там особые условия вступления, по ссылочке можете пройти и посмотреть. Если вам будет интересно, то можете их не примкнуть. Остальные все пожарства пользуются. Так. Это, извините, я что-то два раза повторила этот слой одинаковый. Значит, тоже спрашивают вопрос там, что нужно, какие документы нужны. Ну вот список документов здесь я поместила. Конечно, в этом коротком рассказе я не успею о нем толком ничего сказать. Просто примерный набор пакет, который особенно для западной резиденции предоставляется. Естественно, в своем курсе я очень подробно буду рассказывать, и как пишется там мотивационное письмо, и как сопроводительное, и как курикулы, виды все будем делать правильные, чтобы можно было составить о нас благоприятные впечатления, и как рекомендательные письма, и все остальное. Это все будем очень подробно. И какие находить правильные формулировки на английском языке, чтобы вас эксперты англоговорящие поняли. Потому что мы иногда переводим на свои птичьи, вот у нас там какие-то названия, сейчас еще длинные такие университеты и так далее. Как переведем все это на английский язык, никто не понимает, что это университет, или это вообще бог знает, что такое. Поэтому, ну вот об этом как раз будем говорить, какой нужно делать перевод, чтобы у нас эксперт понял, что мы там профессор университета, или там доцент университета, или только что защитившийся аспирант, или там еще что-нибудь в этом. То есть наш статус. Чаще всего, вот сколько я видела российских CV, статус занижает коллеги свой собственный. В результате чтения этого текста получается, что они свой статус занижают. Мы будем учиться как правильные силы на курсе. Еще раз хочу у вас, значит, обратить внимание, что вот можно еще записаться на этот курс. Значит, программа курса, ну, можно посмотреть на сайте программу курса, и можно программу скачать отсюда. Я ее вместе с презентацией сюда положила. Второй PDF-файл, это как раз программа курса. И там вы увидите, расписаны еще и другие возможности. Мы сегодня говорили о резиденции, я еще читала, проводила вебинар недавно, о библиотеках, как можно библиотечные стипендии получить. Но можно еще и в музеи получить стипендии, музейные стипендии, об этом тоже буду рассказывать. Университетов как можно получить, какие фонды дают возможности, какие гранты можно получить, уже как бы не выезжая, сидя на месте. Все это очень подробно будем рассматривать, и самое главное, как оформить документы. И, наконец, обещанный бонус, и сейчас отвечу на все ваши вопросы. Значит, вот бонус, это промокод, по этому промокоду вы можете еще продлить срок льготной цены на недельку. Вот, кто прям сегодня-сегодня кончается, да, у нас льготная цена на этот курс. Но вот по этому промокоду вы можете еще в течение недели купить его по льготной цене. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим кодом, я с удовольствием все это делала бесплатно. Но, как вы понимаете, работа должна оплачиваться. И что-то делаю я бесплатно, а что-то не имею такой возможности. Вот. Так что, коллеги, большое спасибо за внимание. Немножко я больше времени заняла. И сейчас отвечу на ваши вопросы. Значит, давайте я сейчас прокручу и посмотрю вопросы. Так, у меня звук работает. Звук работает. Все, по-моему, слышали. У нас там сидит, значит, коллега, которая, наверное, с вами уже отрефлексировала этот момент. Вы знаете, сейчас некоторые центры стали предлагать онлайн-сотрудничество. Вот из-за ковида. Не все. Но я сталкивалась с ситуацией, когда, значит, человек получает стипендию, и ему говорят, хотите, мы вам стипендию пришлем домой, вы там сидите дома, стипендию получаете и работаете на своем проекте. Вот такое есть. Из-за ковида. Конечно. Это, ну, естественно, это объединяет общение, вы понимаете. Вот. Значит, и программа онлайн-сотрудничества у них тоже есть, потому что они сейчас ставят многие мероприятия свои транслировать. Мы сейчас вообще стали больше пользоваться онлайн-возможностью. Уже в зуме все сидят, используют онлайн-сотрудничество. Но, в принципе, вот резиденция предполагает, конечно, что вы приезжаете лично вообще. Сейчас вот на последних фотографиях, конечно, в резиденциях все в масках. Вот. Там помещения оборудованы этими самыми ну, специальными очистителями воздуха он подполагается. Вот. Ну, так вот живут сейчас люди. Да, запись вебинара там написана, как вы можете получить. Вот этот вопрос по поводу иноагентов. Ну, почему они станут иноагентами? У нас эта деятельность вообще она не связана, она связана с вашими научными проектами. И у нас работают очень многие представители разных международных организаций, ФОБРЭД, и там ДАД работают в России. Значит, вот результатами поездки, я уже сказала, это не обязательно совместное исследование. Если вы едете с группой ваших партнеров, то совместное исследование. Вообще результатом будет ваше личное исследование. Просто вы общаетесь с другими людьми, обогащая, вот свои подходы к вашему собственному исследованию. Рекомендации почти всегда нужны. Почти всегда нужны рекомендации. Редко, очень бывают какие-то научные стипендии без рекомендаций. Поэтому рекомендации нужны. Более того, коллеги рекомендации всегда читают. Поэтому рекомендация не должна быть формальная, там, политические грамоты, моральный устойчив, а должна быть рекомендация, в которой характеризуется ваш научный потенциал, ваши личные качества, что для резиденции очень важно, потому что в резиденции все вместе живут. И там, значит, человек должен быть коммуникабельный. И вот это должно быть в рекомендации отражено для резиденции. И, значит, обязательно там должен быть анализ вашего проекта, который вы подаете. То есть рекомендации читают эксперты. Учтите это. Значит, при подаче заявки тематика проекта зависит от центра. Иногда есть требования к тематике, то есть он должен быть в рамках общей темы, иногда нет. Это общего правила здесь нет. Это зависит от конкретной институции. Нам нужно внимательно читать правила, и может быть по-разному. Так, про инклюзивные, про медицинские я говорила, про российские резиденции тоже. Результат. Результат вы пишете в своем проекте. Вы пишете в проекте, вот если вы подавали, когда мы гранты там в РФФ или в РНФ, или там в РГНФ еще, который там в Гозе у нас почил, вот, то там всегда результаты исследования. И результаты исследования, ну, зависит от того, насколько вы едете. Если вы на месяц едете, там особенных результатов не может быть. Допустим, набрать материалы за статьи, написать раздел книги. То есть какой-то он должен быть, знаете, не просто подумать о смысле, там, общих философских законов. Нет. А он должен быть какой-то конкретный. Если вы едете куда-то в центр, где есть такая богатая библиотека, то вы там можете даже написать, что работа с источниками, там недоступными в России. Ну, не все же доступны у нас источники или очень дорого ли нам. Допустим, на этот этап. Но всегда нужно показать, что этот этап является частью этапа. И всегда нужно в заявке показать, что будет, когда вы вот уже приедете с этой работой, сделанной в резиденцию, и как она дальше отразится на ваших последующих исследованиях. То есть публикация не требуется прям вот по результату резиденции и публикации. В дальнейшем публикация. Никто не требует, как у нас в Российских Водоках иногда, там через две недели или там в течение двух месяцев, чтобы там была авторская публикация. Нет. Вы подготовите статьюльную публикацию. Вот это нормальный результат. Значит, про Тюмень, про переделки на без диссертации не должно совпадать. Как разрулить с работодателем, коллеги? Это надо, знаете, не семинар, а вот прям петь под гитару. Потому что работодатели бывают разные. Бывают замечательные работодатели. Меня отпускали на два года в Финляндию. Это называется длительная командировка официально. Я оформляла официально длительную командировку и, значит, за мной место профессора два года Герцоговского университета держава, где я работаю. Это были благоприятные отношения с работодателем. В принципе, работодатели заинтересованы в таких поездках, потому что они потом отчитываются на таких больших отчетах. Это международная деятельность. Поэтому если у вас какие-то проблемы конфликтные, поговорите с проректорами по международной деятельности с проректорами, если это за рубеж куда-то. Потому что они прям заинтересованы и они помогут, может быть, поговорят и так далее. Это вопрос у нас, конечно, есть для завершения какого-то научного проекта в уставах многих творческий год. Он же без сохранения содержания дается. Ну вот такого закона, что вы получаете приглашение на год и вас работодатели обязаны отпустить, такого, к сожалению, нет. На Западе с этим проще, потому что там есть саббатику, там есть такой вот свободный год, год на занятие наукой, когда у вас нет преподавания. И вы тогда можете как хотите это время тратить, хотите куда-то поехать, хотите дома сидеть на пичке. В России с этим есть сложности. И коллеги могут не понять, и коллеги могут позовем. Здесь нет универсального рецепта коллег, извините. Значит, нужно заранее делать какие-то любезности людям, чтобы они согласились. Я знаю, что в некоторых вузах просто ставку делят, и все там по четверть ставки разделят, и все на дополнительную ставку еще работают год и очень довольны. Например, вот такое дерево бывает. Но это должен руководитель принять участие в этом. Руководитель тоже должен что-то от того, что вы съездили, какие-то бонусы должны быть. Может быть, вы там привезете, договоритесь, что приедут какие-то на конференцию люди, с которыми вы познакомитесь и вводят статус международный. Ну, вот какие-то такие возможности. Или вы подготовите какой-то курс на основании того, что там будете сидеть с уникальными источниками. То есть, вот нужно обсуждать это. Вообще-то, я даже слышала много раз про проблему, но как-то люди вот разруливали всегда эти проблемы по-разному. Ну, вот если еще хочу сказать, как разруливается. Вот в некоторых институциях, например, можно, вот допустим, я не в какой-то раз ездила в Ульфинбютель, в библиотеку Герцога Августа, на библиотечную стажировку. И там у них трехмесячная стажировка. Я ездила летом. Вот бывают резиденции, где летом, ну, преподавательский отпуск очень неудобно, вообще ни с кем можно не обсуждать. отпуск у меня не три месяца. И я договаривалась вот в самом этом Ульфинбютеле, что я делила эту стажировку на два раза. Я в один год полтора месяца летний месяц и в другой год полтора месяца. Например, вот такой вариант. То есть можно договориться иногда и значит, как-то на части поделить. Или в фонде Карипла у них там шестимесячная стажировка была, а мне на шесть месяцев никак было не поехать. Я договорилась, что я возьму половину только. И только три месяца там. У меня, правда, этот фонд в полную стипендию выдал. Я вообще как-то все пыталась им половину вернуть. Они говорят, да ладно, мы не будем делиться. Ну ладно, пусть будет. Это чудеса вообще. Поэтому можно договариваться и со своими начальниками и с фондом. Но вообще-то начальники, они там из вредности могут, конечно, не упереться. Бывают такие начальники. Но вообще заинтересованы, потому что это такое повышение квалификации, это потом во всех отчетах, этот университет гордится. Они говорят, а у нас вот такие вот люди есть, которые ездят. Поэтому пытайтесь найти человека, который вас услышит и поможет это сделать. да, вот я своим аспирантам спасибо, курс сделать обязательно для аспирантов-магистрантов. Спасибо, я аспирантам читаю такой курс. Своим аспирантам. Мы аспиранты его получают. Вот. Но вы тоже можете, вот, прослушав мой курс, организовать такой курс значит, в своих вузах. и уже довольно много своим аспирантам-магистрантам рассказать. Потому что цель такого курса и как бы чтобы вы получили возможность активнее участвовать в научной жизни, находить возможности поддержки в России и за рубежом. И чтобы вы все-таки передавали молодым поколениям тоже вот это. У меня студенты, между прочим, мне нравится многие студенты-аспиранты, они вот получали такие стипендии, ездили куда-то и это было мне очень приятно. Потому что я их встречала, некоторых встречала за рубежом уже, своих вот студентов, которым я когда-то рассказывала как там себе писать, как проекты писать. И мы с ними уже они там некоторые повзрослели, некоторые вышки работают. И встречаемся и значит мне приятно очень, что думаю вот может быть человек бы так не вырос, если бы все время я бы там не научила. На самом деле очень приятно. так, значит вопрос, что является материальным результатом такого рода стажировки, является ваша научная работа. Значит, что вы предоставляете как результат? Предоставляете отчет, вы пишете отчет. Обычно отчет это три странички, что-то в этом духе. В этом отчете вы пишете, за время стажировки я там какую-то часть научного проекта сделала, я принимала участие в таких-то активностях, я там выступила на семинаре, я поработала в библиотеке, ну вот то, что вы реально в рамках стажировки сделали, вы пишете в отчете. Обычно эти отчеты, я была много раз на разных стажировках, они абсолютно не обременительны. Ничего такого, вот какой-то там кирпич предоставлять в результате стажировки не нужно. И дальше вы пишете свою научную работу на том языке, на таком хотите. то есть по-русски пишите и по-русски. Ну отчет, конечно, по-английски пишет. Презентацию на почту, ну напишите мне адрес ваш, я пришлю вам на почту. Ну мало ли, кто-то может не может на телефон скачать, не получается. Я пришлю на почту, только сейчас мне напишите адрес свой. или мне напишите значит у меня там в этих всех информационных пространствах есть там адрес. Напишите только какую. Рекомендательные письма у кого брать лучше. Я вот вам посоветую одно письмо возьмите у того, кто вас лучше умает на месте. Причем когда вы берете рекомендательные письма, это не обязательно должен быть начальник, заведующий, провектор. вам начальники может и не будут писать подробные письма мне. А вот кто вас хорошо знает, потому что в первых строках рекомендательного письма должно быть написано я знаю там того-то, того-то, вот столько лет с хорошей стороны. То есть это реально человек должен вас знать, это видно должно быть из письма. И хорошо бы одного ближнего, а одного из-за рубежа. это идеально, но если нет из-за рубежа не обязательно, чтобы оба обзора рубежа. Может быть и не из-за рубежа. Вы можете сказать, а там их никто не знает, а никто никого не знает. Вот я работала экспертом в Международном фонде, я никаких рекомендателей не знала, как и все остальные эксперты, которые со мной работали. Ну там профессор и профессор, считается, что профессор в состоянии написать рекомендацию. Если, конечно, Катя Звезда вам напишет рекомендацию, ну хорошо, но это совсем не обязательно. Совершенно не обязательно. Коллеги, вам спасибо за внимание. Очень для меня важно и ценно для меня, что моя... Да, к курсу предполагаются практикумы. Вот прям вот по курсу теперь, по курсу вопроса можете задать. Со мной списаться персонально, можно по почте связаться, по электронной почте. Вы знаете, вот проблема, где найти столько людей, которые напишут рекомендации, проблемка есть. Особенно, если вы много подаете заявок. Значит, я всегда своим слушателям советую так. Старайтесь сделать людям любезности какие-то. любезности. Пишите рекомендации студентам и им пишите рекомендации. Предложите им помощь, если они конференцию проводят. Ну и тогда уже удобно будет попросить о рекомендациях. Но когда вы просите рекомендацию, вы уважаете труд человека, который ее пишет. Значит, вы должны уже ему предоставить, во-первых, информацию о том, куда подробно, во-вторых, свое CV подробное, чтобы он не обязан помнить, где вы работали, что и где вы, сколько лет. Можно даже такую рыбу примерно, ну вот того, информацию, не писать за него письмо, а вот такую информацию о вас, чтобы ему не надо было искать. И, конечно, свой проект, потому что вот меня иногда просят написать рекомендацию, а проект я потом напишу. Здрасте, а как я буду писать рекомендацию о проекте? Вы можете проект еще недоделанный отправить. Ну, по-английски это драфт называется, да, черновик. Но сказать, что это черновик, я его еще там усовершенствую. Ну, чтобы ясно было человеку, что право вписа. Вот, то есть как-то. И потом еще, сейчас все документы фактически онлайн подаются, и позаботьтесь о том, чтобы ваш рекомендатель дружил с компьютером. Потому что знаю такие случаи, когда рекомендатель не справился с компьютером, в результате не отправил рекомендательное письмо, и в результате ничего не получилось с проектом. Поэтому я вам советую за пару дней до дедлайна отправить рекомендацию вижневый ремайнер, напоминание. Большое спасибо за то, что вы согласились написать мне рекомендацию. Надеюсь, что вы ее отправили. Кто-то говорит, ай, ай, я забыл, я хочу, чтобы мне напомнили, сейчас сегодня же сяду и напишу отправить. Вот такое бывает, учтите. Поэтому отправьте заранее, но потом вежливенько напомните за такой срок, за который можно еще и успеть написать. Но с руководством надо дружить, да. Ну тут так, это вот почта кого? Кто хочет, тебе презентацию отправила? Надежда, Зи, собака, iCloud, да? Это я сейчас сразу здесь пишу, сейчас отправлю презентацию. Адрес шкафа вы по ссылке пойдете, там адрес есть. Вы же презентацию скачаете и там будете. Да, коллеги, мне тоже очень приятно было с вами. Значит, с удовольствием, если еще у вас вопросы есть или вот по презентациям, которые сегодня я показала по резиденции или по темам курса, с удовольствием отвечу. Ну, в общих чертах все ясно. Я надеюсь, что многие из вас сделали, может быть, кто-то уже со мной работал и приходил на мои вебинары, может быть, нет. Но вот так как вы меня сегодня увидели живьем и сегодня мы говорили о такой достаточно инклюзивной информации о резиденциях, то вот поняли, что более такую вот общую информацию я, конечно, вам изложу обязательно. Поэтому, пожалуйста, приходите на курс, приходите на наш сайт академический кабинет, ходите по ссылкам, которые я вам прислала, и я вам желаю успеха. я думаю, что успех в наших руках, но, конечно, везде конкурсы, и с первого раза может не получиться. У меня, например, считается хороший результат, у меня где-то одна выстреливает заявку на четыре. Просто учтите, что нужно стрелять, потому что движется. Вот, но у вас рука набьется, вы научитесь заявки писать. Но на самом деле это очень вдохновляющий опыт, когда вы попадаете в такую резиденцию, встречаетесь с учеными, и находите друзей или коллег, это интересная жизнь такая, хорошие разговоры такие, понимаете, и какие-то условия хорошие для науки. Вы видите, что все увлечены таким творческим проектом, у вас появляются новые идеи. То есть хорошее такое состояние. Значит, для ученых, вот уже таких вот продвинутых, язык никак не надо подтверждать, подтверждается язык, вот это там, тут, вот так далее. Это для тех, кто собирается учиться. Это там магистратуре надо, ну, аспирантуре иногда надо, а в этих научных не нужно. Потом хочу сказать, что все говорят на евро-инглиш, и в общем язык не у всех идеален, и если вы можете как-то, вот, ну, сталкивались уже, можете, допустим, вы делаете доклад, доклад вы делаете по тексту, вас никто не заставляет доклад делать там, используя там все исторические приемы наизусть. Если вы можете общаться с людьми, ну, то есть этого достаточно. Какой-то идеальный английский не нужен. Вот многие беспокоятся насчет английского, но вы в англоязычную среду попадете, вы, если вы как-то более-менее читаете, понимаете, вы через пару дней начнете говорить, куда вы денетесь. То есть идеального не нужно английского, не бойтесь вот этого. Но проект, конечно, желательно написать на, чтобы вас поняли. Только не переводите, ради бога, не переводите электронными переводчиками. То есть там его можно использовать как словари, да, эти электронные переводчики. Но если вы не уверены в своем языке, дайте почитать какому-нибудь специалисту. Потому что я сталкивалась с такими проектами, да еще проекты такие, знаете, вот советские какие-то, которые там описаны вот в этих наших, ну, вот как мы эти РПД пишем, вот в этих терминах написанные проекты, да еще гуглом переведены. Ну, там вообще, вот, я поняла, потому что я из России и знаю русский язык и знаю вот эту ментальность. А ведь ваш проект может попасть в руки эксперту, который ни российской ментальности не знает, ни русского языка не знает. Учтите это. Поэтому проект должен быть ориентирован на международную аудиторию. То есть всяких вот этих вот научно-методических, научно-практических аспектов. Вот такого всего. То есть прямо вот живое место проекта. виза дают для стажировок и сейчас дают. Другое дело, там в некоторые страны типа Америки визу не просто получить, но вот у меня один приятель получил, потом ездил в Казахстан за этой визой американской. Знаете, я вот эту часть международной жизни не в состоянии комментировать, как вы понимаете. я визу последний раз предпоследний раз американскую в Финляндии получала, то что было непросто. Британскую визу в Петербурге получала, но тоже как-то с какими-то подпрыгиваниями, прискоками. Ну что делать, вот у нас такая жизнь. Ну на стажировке визу дают, если длительная такая, там, больше года, то в этой стране дают вид на жизнь. У меня вот в Финляндии был вид на жизнь. То есть я в принципе на 2 года по всей Европе ездила в Комплексе в вид на жизнь. Вы знаете, в каждой стране свои правила. Не берусь комментировать. В каждой стране свои правила. В некоторые страны вот так прямо не въехать, но если там через какую-нибудь Словакию, Словению, там через какую-нибудь другую страну, то можно. Даже я комментировать это не буду. И эти правила притом меняются в Суре. Они меняются, да. А эти тесты, конечно, получается, у нас надо сдать для того, чтобы на самолете и там, где вы прилетели. Я советую сдать в той стране, куда вы прилетели, чтобы от местной было. А у нас сейчас вот мои коллеги, кто на стажировку, я знаю, они прилетают, вот кто в Германию там надолго на стажировку приехал, но они, да, вот эту ПЦР сдали, а потом еще и как бы к Файзеру, как говорится, заполировали свой спутник. Поэтому там их вообще принимают. можно. Ну, я эту сторону, к сожалению, не могу комментировать. Я, например, считаю, что это разрушает нашу жизнь по этой теме. Но если мы с ней надолго, то, конечно, вот какое-то время будут устанавливаться какие-то правила. И сейчас там какие-то фонды переносят, какие-то фонды требуют, вот Финлендия, я знаю, что требуют, чтобы там на карантине посидели. Мне кажется, это разумно. Если короткая стажировка будет на карантине, посидели. В Израиле вроде тоже на карантине просто посидели. Поэтому вот так. Ну что, коллеги, я вам тоже очень благодарна за внимание. На этом я совершаю. И надеюсь, мы увидимся с вами на курсе. Ну или на следующих вебинарах, которые я буду проводить, может быть, даже в рамках директ-кодина. Всего вам доброго, успехов, будьте здоровы, реализуйте ваши творческие проекты. Помните, что таких возможностей много. Старайтесь использовать вот эти возможности, чтобы вот ваше занятие наукой приносили вам яркие впечатления от жизни. И чтобы не только вот этот процесс интеллектуальный во взаимодействии с текстом, а еще вот весь этот антураж вокруг научный, чтобы тоже приносил вам вот это ощущение полноты жизни и радости. всего доброго. Всего доброго.